Данила И не только для простого. И когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царства греческого. И восстанет царь могущественный, который будет владычествовать с великой властью и будет действовать по своей воле. Эти первые тексты. Начинается повествование, как вы помните, в предыдущей главе сказано, что третий год Кира. Так это был первый могущественный царь Персии. Первый могущественный. В одни его уже дано было это видение. Помните? Да, да. Вот. И теперь говорится, вот теперь еще три царя восстанут в Персии, а потом четвертый произойдет всех могуществом своих. Это было пророчество, данное о персидском периоде этой истории. То есть с первого по третий стих, вот для телезрителей, чтобы нам было лучше понимать, с первого по третий стих это персидский период в прочтении 11 главы. Я еще хочу сказать, что вообще 11 глава пусть не пугает исследователя и читателя, потому что она построена по уже известной нам схеме, данной во второй главе. То есть она не вырвана из контекста? Она не какая-то новация совершенно чуждая всему предыдущему. Она расширяет ту информацию, которая дана нам была во второй главе, идет по той же самой схеме, что и седьмая глава, и восьмая глава. То есть она учитывает весь предыдущий материал, она не разрывается с предыдущим материалом. Другое дело, что она теперь дает объединенный материал второй главы, седьмой главы и восьмой главы, и девятой главы. То есть в конечном счете это синтез всех предыдущих глав данных пророчествий. Но вместе с тем структура 11 главы остается та же, что и во второй главе. То есть сначала речь идет, та же очередность империи. То есть Вавилон уже выпал в силу своего исполнения пророчества, как в восьмой главе было уже. Да, теперь остается персидский период, и он будет отражен в 11 главе. Это первые два текста. Тогда по логике должен быть греческий период, потому что по предыдущим. Совершенно верно. Потом идет греческий период. Вот он будет идти у нас, вот в этой книге у меня все это обозначено, до 14 текста. Затем идет римский период, от 14 текста до 28 текста. Дальше идет средневековая Европа, с 38 текста по 35 текста. Новая история с 36 по 39 текст. И последние события, в то время, в которое мы живем, это наше время, с 40 по 45 текст. Поэтому схема осталась та же. Это облегчает восприятие материала. Тогда возвращаемся к персидскому периоду. Три царя восстанут Персии, и потом четвертый произойдет всех великим богатством. Да. Эти три царя, конечно же, ясно, что после Кира, его наследником был Камбиз, это его сын. Вот после Камбиза пришел самозванец, его называют Лжесмердис. Вот. Он очень недолго, в течение года господствовал. Вот. А потом, значит, это восстание, которое он поднял, было подавлено Дарием I Гестаспом. Вот это три царя, которые возникли после Кира Великого в Персии. А четвертым был... Написано, что когда четвертый поднимется, усилится богатством своим и поднимет всех против царства греческого. Это его особенность. Да. Четвертый – это Ксеркс Великий, или в Библии он называется Артксеркс. Ксеркс – это муж Исфири. Вот. Он... Особенность его такая, что он к 480 году, значит, затеял большую кампанию против греческого царства. Против греков. Это была мощная кампания. Это была невероятно большая... Он собрал невероятно большое войско. В это войско входили все покоренные народы, индусы, и даже персы, и, конечно же, персы, медяне, египтяне и другие народы, Малой Азии народы, множество народов. Это была великая армия. Величайшая армада. И он повел их через Малую Азию, через Гильспонд. Это пролив между Азией и Европой, вот, чтобы войти в Грецию и, значит, захватить всю Грецию. Это очень сложная была операция, потому что ему нужно было пройти через пролив, вот. И для этого он собрал колоссальный флот для того времени, около 800 галер, но чтобы сделать такой понтонный мост, чтобы пройти, он связал борты этих кораблей. И тем самым соединил берега. Да, он сделал такое, что там почти сутки это все войско проходило по этому мосту, вот. И он смотрел это, стоял на берегу, как его огромная армия переходит на греческий берег. Вот. Поднял всех против царства греческого. Фактически, да, он поднял. Но этот поход не был успешным, несмотря на то, что такую колоссальную армию. Греки тоже, так сказать, собрали свои войска. И в битве при Соломине, это Соломинский залив, они разбили персидскую армаду. Это огромный этот из 800 галер флот. Греки разбили, потопили около 200 галер прямо в этом заливе. А Ксеркс сидел на берегу и смотрел на эту... Гибель, могущественную армию. Но когда он увидел, что его корабли неповоротливые, а греческие, значит, суда очень быстрые, маневренные, и как они топят эти галеры, его он не выдержал этой сцены и фактически убежал. Ушел сам со своим дворцом, со своим всем имуществом, но армию оставил здесь. И Мордонию, одному из полководцев, он поручил дальнейшую кампанию по завоеванию Греции. То есть огромная персидская армия осталась на территории Греции. Но греки собрали союз свой из 24 государств независимых. Греческие города были это независимые государства. В то время и в битвах при Плотеи в следующем году греки одержали фантастическую победу над этой огромной армией. Они разбили ее. И с тех пор персидская империя откат получает. И там дальше третий текст говорит. То есть уже с третьего текста начинается греческий период, как я понял. И восстанет царь могущественный, уже можно догадаться, который будет владычествовать с великою властью и будет действовать по своей воле. Да. Вот еще. Еще, да? Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по четырем ветрам небесным, и не к его потомкам перейдет. И не с тою властью, с какой он повладычествовал, ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме этих. Вот видите, какая компактная информация, которая опять-таки подтверждает роль Александра Македонского как могущественного царя. Мы только что слышали, что 24 государства воевали против перцев греческих. Да, да. Но Филипп, отец Александра, объединил, забоевал все эти государства, маленький греческий подчинил Македонии. И его сын Александр уже господствует над объединенной Грецией. Грецией. То есть он царь. Он царь. Это, значит, новая форма правления в Греции. И Греция теперь выступает как единая империя под властью могущественного царя Александра Македонского. И она, значит, ну здесь очень быстро идет повествование, говорится, но когда он встанет, он быстро уйдет со сцены. Будет действовать по воле своей, сначала сказано. Будет могущественным, будет владычество с великой силой, но когда восстанет, то есть достигнет, наверное, пика своего, вот царство его разрушится. Это уже мы рассказывали, что действительно Александр Македонский всего 12 лет. И разделится по четырем ветрам небесным. Да, и господство его империи после его смерти разделилось. Написано, и не к подомкам перейдет. То есть его наследники по крови никто не смог овладеть. Да, у него была жена и был сын маленький, но не им досталось это господство, а господство осталось его военным начальником, четырем основным претендентом. Там их больше было, пока они воевали за власть. Потом в результате этой борьбы, где-то к 300 году, четыре основных претендента появилось на наследие Александра Македонского. То есть они разделили его огромную империю на четыре основных направления. Но из них выделяется два особенно сильных. Это Сирийское царство. Оно будет идти теперь под кодовым названием условно «Царь Северный». Это династия Силюкидов. И на юге будет династия Птоломеев в Египте. Это два из четырех самых сильных наследников Александра Македонского. И они будут вести между собой бесконечную борьбу. На протяжении всех вот этих до 14 текста описана вот эта борьба между наследниками, между Птоломеями и Силюкидами. Южным царем будут Птоломеи, а северным будут Силюкиды. То есть то, что мы читаем, да? «Ибо раздробится царство и достанется другим, кроме этих». И с пятого стиха начинается «и усилится южный царь». Это, как вы сказали, Птоломеев в Египет. «И один из князей его пересилит его, и будет владычествовать, и велико будет владычество его». Один из князей его. Но вот действительно, в начале как будто бы полноправным наследником Александра Македонского оказались Птоломеи в Египте. Это была самая сильная, так сказать, династия. А Силюкиды на севере считались, ну, как бы подчиненными им. Но и Силюкиды нуждались в помощи Птоломею, чтобы своих противников всех, так сказать, уничтожить. Как только Птоломеи им помогли, Силюкидам уничтожить своих противников, тогда Силюк Первый объявляет себя независимым царем. Хотя он был князем, который раньше подчинялся Птоломею. И пересилит его, и будет владычествовать, да? И велико будет владычество его. То есть доминирующим будет владычество его. На арену выходит могущественное северное царство, которым господствует Силюкиды. Они даже всю Сирию взяли под свой контроль, Вавилонию взяли под свой контроль и часть Малой Азии. Вот. И удерживали эту господство, это династия Силюкидов, северный царь, удерживали ее вплоть до тех вот событий, последних, которые тут будут. 6 стиха. Но через несколько лет они сблизятся, и дочь южного царя придет к царю северному, чтобы установить правильное отношение между ними. Но она не удержит силы в руках своих, не устоит. И род ее, но преданы будут, как она, так и сопровождавшие ее, и рожденные ею, и помогавшие ей в те времена. Интересно, дочь южного царя. Вот видите, южный царь не успокаивается, то, что северный царь объявил себя независимым. И он решается посредством брачного союза вернуть себе господство на севере. И, значит, уже второй, это Толомей II, выдает свою дочь Веронику, замуж за сына Селевка I, Антиох, он, это уже сын, Антиох I, это уже сын Селевка I, но он уже был женат, Антиох I. Он имел жену, значит, Лаодику. Но тут приезжает невеста еще одна с юга, и это очень лакомый кусочек и для северного царя. И вот он... Он видит в этом политическую выгоду. Да. И он устраняет свою первую жену от царства и принимает вот эту южную, с юга Веронику, которая приехала, и весь двор ее приехал с нею. Вот, и она как бы становится тут хозяйкой во дворце северного царя. А первая жена, она, конечно, в отставку пошла, но она не меряется с этой ситуацией. Она начинает интриги вести. У нее была сильная партия при дворце еще оставалась. И она достигает того, что она убивает, значит, этого... Антиоха. Она отравила Антиоха, своего бывшего мужа, убивает вот эту соперницу Веронику. Вот. И снова возвращается во дворец. И своего сына, значит, селевка второго калиника, она делает наследником сирийского или северного царства. Мы читаем в седьмом стихе. «Но восстанет отрасль от корня ее, и придет к войску, и войдет в укрепление царя северного, и будут действовать в них и усилиться». Говорится, что отрасль южной... Отрасль. Да, отрасль от корня южного пойдет и усилится. Что здесь имеется в виду? Ну, это известный в истории, значит, случай, когда, значит, Толомей III и Вергет, это брат вот этой, значит, погибшей Вероники. Вероники. Вот. Он, значит, идет со своими войсками на север, чтобы наказать теперь коварную Лаодику и наказать северное царство за такую... А сюда связь корень... отрасль от корня ее. Да. А это, так сказать, они родственники. И Вергет, Птоломей III и Вергет, это сильная личность, это царь южный, он идет теперь воевать с северным царем. И вы помните, там был селеп... С вот этим юношей, который стал на место свободца. Да. Он наказывал, он даже там довольно успешный поход был на север, ему удалось наказать эту лукавую или мстительную Лаодику, он уничтожил ее. Вот. Но, и больше того, он крепко пограбил север. Написано, даже и богов, и истуканы их с драгоценными сосудами, их серебряными, золотыми, увезет в плен в Египет. Вот. Мы теперь видим, что юг это Египет, да? В плен в Египет, и на несколько лет будет стоять выше царя северного. Да. Хотя это и сделает нашествие над царство южного. Это чуть-чуть дальше. Позже, да? Да, хорошо. Вот. Что он сделал? А когда он пришел сюда, на север, то он забрал всех богов, которые были на севере. Почему египетские боги оказались на севере? Потому что раньше цари ассирийские, когда воевали с Египтом, они вывезли, значит, богов северных. Египетских пленили. Бывало так, что цари брали в плен богов, истуканы, и вывезли. А теперь, после многих лет пребывания на севере, Евергет, вот этот вот, или Птоломей, Птоломей Третий Евергет, он возвращает тех богов, которые раньше были вывезены из Египта, снова домой. Это вызывает колоссальное вдохновение у египтян. Вернулись наши боги. Значит, будем процветать. Будем процветать. Мы его теперь будем чтить очень. Это было в интересах, конечно, Птоломея Третьего. По национальности он грек. Вся элита в Египте греческая, господство греков. Но завоевать, так сказать, симпатии коренного населения, порабощенного, ему удалось благодаря вот этой возможности, что он вернул им их богов. И это дало им новый шанс на то, чтобы эта династия Птоломеева, она просуществовала вплоть до 30-го года нашей, до нашей эры. И читаем далее. «Хотя это и сделает нашествие на царство южного царя, но возвратится в свою землю. Потом вооружатся сыновья его и соберут многочисленное войско, и один из них быстро пойдет, наводнит и пройдет, и потом, возвращаясь, будет сражаться с ним до укрепления его». И дальше читать, да? «И раздражится южный царь, и выступит, и сразится с ним, с царем северным, и выставит большое войско, и преданно будет войско в руки его. И ободрится войско, и сердце царя вознесется, и он низложит многие тысячи, но от этого не будет сильнее. Ибо царь северный возвратится и выставит войско больше прежнего. Через несколько лет быстро придет с огромным войском и большим богатством». Ну вот это продолжение этих войн между севером и югом. Вот, что никак они ни одна, ни другая сторона не могли успокоиться. Скажем, что северный царь снова попытался сделать реванш, то есть воевать против юга. Вот. Но там происходит такая вот ситуация, что в северном царстве, в конечном счете, выдвигается как сильная личность Антиох III. Антиох III, Антиох III Великий. И он начинает решительную борьбу с южным царем. Вот. Южный царь выступает вот с теми, как вы читаете, и он при Рафии в 217 году разбивает Антиоха III Епифана. То есть вот это сделает нашествие на царство Южного, но возвратится в свою землю. Да. То есть он не оккупирует ее полностью? Нет. Хотя он одержал победу, огромную победу при Рафии в 217 году. Вот. Но южный царь над северным царем одержал победу при Рафии, но не воспользовался этой победой. Северный царь Антиох III вернулся на север, снова собирает войско сильное. Потом вооружатся сыновья его. Да. И соберут многочисленное войско, и один из них быстро пойдет, и наводнит, и пройдет. Это уже как раз делает именно Антиох III. Вот. Он пытается снова воевать с южным царем вот эти бесконечные войны. Север, юг, север, юг. Мы здесь видим в единственном стихе ответ. И раздражится южный царь. Раздражится. То есть начинается следующий момент. И выступит, и сразится с ним, с царем северным, и выставит большой войско, и преданно будет войско в руки его. И тогда войско ободрится, и сердце царя вознесется, и он низложит многие тысячи. Но от этого не будет сильнее. Ну да. Это какой-то южный царь ответ на дело и действие египетские? Да. Действительно, что вот эта битва, которая, я говорю, битва при Рафии. Это очень сильная была битва, и стратегически очень важная. В которой юг одержал победу. Но он не воспользовался этой победой. Как сказано. Не воспользовался этой победой, и селевкиды снова укрепились, и снова начали реваншить. Сказано, но от этого не будет сильнее. Да, да. Антиох III продолжает жить. Это очень видная фигура. Он будет дальше сражаться и с римлянами. Он не только с югом сражается. Дальше он будет сражаться с римлянами в Малой Азии. Одержит даже некоторые победы. Но все равно римляне одолеют его. И он становится в зависимости от римлян. Хотя еще продолжается это царство, селевкидов, еще продолжает иметь некоторую самостоятельность. Но уже римляне с этого момента становятся сильнее. Читайте. У нас последние два стиха по греческому периоду. Ибо царь северный возвратится и выставит войско больше прежнего, и через несколько лет быстро придет с огромным войском и большим богатством. В те времена многие восстанут против южного царя, и мятежные из сынов твоего народа поднимутся, чтобы исполнить видение и падут. Это о чем здесь идет речь? Это уже вторая кампания Антиоха. Вторая кампания. Антиоха Третьего. Вторая кампания. Первая при Рафии, где он потерпел поражение, а это вторая его кампания, поскольку Египет не восстанет. Выставит написано большое войско прежнего, да? То есть больше. И через несколько лет быстро придет с огромным, написано, войском и большим богатством. То есть это будет удачная кампания. Удачная кампания. Примерно с этого времени Палестина попадает под господство селевкидов. А до этого она была? Тогда она была под властью египтян, Птоломеев. Около 200-го года Палестина попадает полностью под господство селевкидов. И даже больше того, евреи, они восстали против своих предыдущих господ, против Птоломеев, против египетских царей. И присоединились к освободителям, селевкидам, которые теперь вошли в Палестину как хозяева. Евреи на их сторону становятся, поднимают восстание. Вместе с ними воюют против своих бывших хозяевов, против южного царя, против египтян. И в данном случае они проявляют мятежный дух. Им кажется, что новое господство, господство селевкидов будет лучше, чем господство Птоломеев. Это привезет им больше свободы, больше прав. Да, больше свободы. Но оказалось наоборот, да? История показала, что они проиграли капитально, потому что уже сын Антиоха III, Антиох IV, Эпифан, засветился в истории евреев и вообще в всемирной истории, как личность, которая была чрезвычайно наглая и которая попрала храм Божий. Осквернил ее. Он решил уничтожить еврейскую религию, вообще божественную религию полностью, навязал свой культ. И только в результате колоссальных усилий, в результате маковейского восстания, евреи получили некоторую независимость. 14 стих завершает греческий период. В те времена многие восстанут против южного царя. Создается впечатление, что многие силы получаются против Египта. И мятежные из сынов твоего народа, это то, что вы говорите уже о Божьем народе, да? Да, да, да. Это момент отделения, который происходит. Да, мятеж, они подняли бунт против Птоломии. Потому что если читаем 10 главу, то пророчество, в принципе, о Божьем народе. Да. То есть, как в контексте истории, где место Божьего народа. Да. И мятежные из сынов твоего народа поднимутся, чтобы исполнить видение и падут. Да. Почему падут? Потому что это восстание не принесло им пользы. Этот мятеж, конечно, вызвал страшную реакцию со стороны этих селевкидов. Я уже говорил, что Антиоха IV, Епифан, он разрушил Иерусалим. До 70 тысяч уничтожил евреев. И храм осквернил, как всем известно, что он там свинью на жертвенники принес. И вообще, вот этот мятежный дух, который они имели, он будет доминировать в последующие 150-200 лет у евреев. И результаты будут, что они всегда будут поднимать восстание. И последнее восстание против Рима в 70-м году, оно вообще... Но в любом случае падут, написано. Падут. Эти все революции, которые они предпринимали, это не было в планах Божьих. Бог мог бы защищать их. Бог мог бы давать им возможность существовать среди этих великих держав, среди севера и юга, если бы они держались не политической линии конфронтации постоянной, или там вот этих военных союзов. Я потом расскажу о военных союзах, которые они сначала заключились с сирийцами, а потом они с римлянами, межвоенные союзы. То есть они влились в большую игру политическую великих держав. А это не их была функция, не их была задача. А Господь оставил их как народ, который должен был как религиозная община ожидать пришествия Мессии. Спасибо большое. Настолько было интересно и намного стало понятнее. Благодарим наших дорогих телезрителей и приглашаем дальше с нами исследовать книгу Даниила. КОНЕЦ КОНЕЦ